Я вот волнуюсь очень сильно, прошу меня простить, потому что, значит, представляю от имени наших всех единомышленников, работающих в Новосибирске, тест, который мы сделали для ранней диагностики щитовидной ракоши, щитовидной железы. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, онкологические заболевания по-прежнему основным методом лечения в настоящее время является хирургическое лечение. Более 60% всех раков онкологических заболеваний лечатся, но самое главное – это выявить на той стадии, на которой можно проявить лечение. Узловые образования – это характер может носить разный, но главный вопрос, который возникает при диагностике – а что лечить – рак или, значит, опухолевые образования, или, значит, как это определить. Основные методы здесь известны, и подход, который мы предлагаем, он основан на микро-РНК, определенных генных мутациях и онкогенах. Следующий слайд, пожалуйста. Вот до этого мы, значит, провели исследование на операционном материале, порядка 800 образцов мы проанализировали, и нами была сформулирована первая панель Тероид-1 на основе микро-РНК, которая позволяла отличать просто, отвечать на вопрос, рак или не рак. На эту разработку был получен патент, и затем вторая разработка Тероид-2, она была связана конкретно с уже дифференциальной диагностикой, образованием, то есть отличать виды рака, популярный от медулярного рака. Мы можем отличить по микро-РНК в настоящее время совершенно, ну, как сказать, легко, нелегко, но это у нас идет, потому что мы набрали достаточное количество медулярного рака, больше 20 образцов, хотя это очень сложно. Разница между популярным и медулярным – это разница для пациента очень огромная, и, слава Богу, что мы можем это делать, потому что, значит, либо 10 лет выживаемости, либо 5 лет выжимаясь, и последствия, поскольку лечение – все это разное. Иногда врачи ошибаются, я к ним очень с большим уважением отношусь, но тем не менее, значит, предлагаю вашему вниманию суть технологии и метод, который мы разработали, который можно применять уже в клинической онкологии, который связан с сопоставлением двух подходов. Первый подход – в 1979 году было введено пункционная биопсия, и, значит, материал под контролем УЗИ забирался у человека и узлов, и затем цитологи, здесь вы видите последовательность событий, готовили препарат. И, значит, когда этот препарат осматривают, вот этот стеклянный препарат, стеклопрепарат, возникает неопределенность, и вот мой коллега Марк Юрьевич, он достаточно подробно всю эту проблему описал по щитовидной железе, я ему признателен за то, что он все эти вопросы, значит, я к ним не буду возвращаться. Теперь дальше, значит, мы решили, что мы, значит, можем сделать самую простую идею, которая оказалась, и, с другой стороны, нам казалось, что она очень кардинально важная. Этот вот стеклянный препарат, который вы видите справа, здесь в верхней половине, первая половина – это цитологический анализ. Мы берем в свои руки и, значит, экстрагируем с этого стекла, независимо от окраски, мы экстрагируем нуклеиновые кислоты. А дальше, используя QRT-PCR-технологию, которая может применяться надежно, значит, в любой клинике, то мы, значит, делаем профиль экспрессии микро-РНК. Микро-РНК – это, значит, мы отобрали, проведя соответствующие запуски наностринга по 800 микро-РНК, и потом, значит, выбрали те 12, которые нас удовлетворяют. Затем кардинальные ключевые глобальные мутации BRAF, которые являются характерным признаком, стопроцентным признаком папиллярного рака. И РЕД-ПТЦ – это перестройки, которые в 12% могут там встречаться. И еще один маркер, о котором я скажу позднее, это, значит, вот последний – High Mobility Group A2. Он позволяет нам сейчас, на настоящее время, надеяться на то, что мы можем дифференцировать фолликулярную опухоль от фолликулярной карциномы. И, значит, по всей классификации Бесезда мы сейчас, в настоящее время, можем улучшить, значит, всю эту цитологическую классификацию при 30% рака до, снизить до 10%. Решение, которое принимается, оно комплексное. Оно зависит от врачей, цитологов, эндокринологов, молекулярного биолога и хирурга-эндокринолога. Следующий, пожалуйста, слайд. Теперь, значит, тут я хочу сказать, сколько у меня времени? Две минуты есть? Десять секунд. А? Десять секунд. Ну вот, короче, значит, у нас конкурент один розеток Genomics, который сделал точно такой же тест, и я прослезился, потому что, значит, мы сделали по техническим параметрам почти одно и то же. Спасибо большое. Значит, следующий слайд, и все, спасибо. Команду покажите, значит, команда у нас состоит из молекулярных биологов. Следующий слайд. Молекулярные биологи, врачи-эндокринологи. Следующий слайд покажите. Пожалуйста, следующий слайд. Да. Благодарю за внимание, прошу. Верните команду, пожалуйста. Верните, пожалуйста. Верните, пожалуйста, потому что членам жюри нужно оценивать команду. На слайд дальше. На зад, в смысле. О, отлично. Команда, значит, молекулярные биологи, лучший цитолог в России, который есть, патоморфологи, и вообще ведущие специалисты Новосибирска, Томска и всего сибирского региона, которыми очень приятно сотрудничать и сделать работу. Работа сделана. В принципе, и сегодняшний день я хочу считать днем, когда этот тест выйдет на российский рынок. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ